Реорганизации областного правительства в очередной раз быть. И это несмотря на то, что на протяжении 8 лет в этой госструктуре управление упраздняли, переименовывали, образовывали, разделяли и раздавали должности, комитеты, министерства. За 8 лет правительство покинуло несколько десятков чиновников. Кто-то ушел в отставку добровольно, кого-то лишили чиновничьего кабинета принудительно. Одним словом, оптимизировали работу как могли. Однако продолжение следует. Сейчас в состав регионального правительства входит 30 человек. Вверху структуры губернатор, два вице-губернатора, один из которых возглавляет правительство, его первый и еще пять простых замов. Функционал и нагрузка и у заместителей разные. К примеру, первый зампред Вадим Ойкин курирует все, что связано с экономикой и финансами. Роман Бусаргин, среди прочего, отвечает за коммунальное хозяйство и строительство, транспорт и дороги, а также безопасность жизнедеятельности. За социалкой закрепили сразу двух зампредов – Валентину Гречушкину и Сергея Наумова. Зона ответственности первой – физкультура и спорт, туризм, молодежная политика, культура и охрана памятников. Остальные вопросы и направления, включая образование и медицину, закреплены за Сергеем Наумовым. Основной фронт работ Алексея Стрельникова – сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Но пока чиновник запомнился созданием позитивного имиджа мусорного регоператора до продвижения проекта по заводу в Горном. Есть у нас и особый зампред – Василий Разделкин. Он отвечает за сотрудничество с Китаем в его ведении, в частности, строительство дороги Шанхай-Гамбург. Последнее перераспределение полномочий было в 2019 году. И вот опять грядет объединение Министерства занятости, труда и миграции с Министерством соцразвития. Появится на свет и новое, продвинутое Министерство цифрового развития и связи. Это в целом важно для региона, потому что сегодня общий тренд, мы видим сегодня. Вот посмотрите на примере МФЦ, вы понимаете, сколько мы лет стремились к одному окну, говорили, что и как. Сегодня работаем просто лучшее в России, да. Сегодня все наши коммуникации практически, чтобы люди не сдавали, мы работаем через интернет, через сети. Это очень важно. Функционал нового ведомства пока непонятен. Как и неясно, кто встанет во главе структуры. Если говорить о Саратове, то у нас тоже имелся некоторый опыт информатизации. Десять лет назад при правительстве был создан профильный комитет, который возглавил Павел Малков. Тот самый, что сейчас руководит Росстатом. Спустя шесть лет комитет ликвидировали. Сегодня о цифровизации, экономике и развитии IT в России говорят как в центре, так и в регионах. Саратовская область, последняя из регионов Поволжья, обзаведется цифровым министерством. Специалисты считают, что упор новой структуры должна делать на производство, потому что основной задачей цифровизации является создание автоматизированной системы управления экономикой. Вопрос сейчас не столько что, а вопрос как. Как? Понимаете, можно испортить дело, даже создав министерство. А самое главное, какие ресурсы к этому будут приложены. Это время, это финансовые ресурсы, это компетенции, которые к этому прикладываются. Ну и, конечно, команда, потому что один человек ничего сделать не сможет. Конечно, они не инженеры, что называется. Конечно, они, может быть, даже далеки от стратегии. Но, во всяком случае, они этот вопрос вели. Мы, правительство, министерство – это инструмент, и давайте к нему так осноситься. Ну, я простую аналогию приведу. Значит, если мы хотим забить гвоздь, мы берем молоток. А вот уж как вы будете пользоваться этим молотком – это другой вопрос. Будете ли вы бить по пальцам, или вы будете попадать по гвоздю метко, чтобы он не гнулся. Вот это уже вопрос, собственно, использования этого инструмента. О том, что сегодня во всех субъектах при Волжье, кроме нашей губернии, существуют цифровые структуры, министерство, департаменты или управления, рассказал нам экс-министр промышленности и энергетики Сергей Лисовский. Наш регион по части цифры сегодня в отстающих. А потому лучшие саратовские IT-специалисты целыми группами уезжают работать в соседние края. В Казани есть и Неаполис. Ну, это такой суперцентр, наукоград мирового уровня, взятый по образцу Сингапура. И как раз вот по цифровым технологиям и по этому направлению. Более 20 ведущих ученых нашего технического университета переехали жить и работать в Казань и в Неаполис. Вот такие потери несем. Ульяновск. Мне пришлось там быть и в парках высоких технологий, и в наноцентре. И кто, думаете, там составляет основу специалистов? Бывшие работники саратовских учреждений и выпускники наших вузов. При создании Министерства цифрового развития связи я вижу одну серьезную проблему. Это кадровый. Президент Торгово-промышленной палаты региона Алексей Антонов тоже считает, что работа нового ведомства зависит только от команды, которая его возглавит. Мы не знаем, кто будет являться руководителем этого департамента. Какая команда. Я бы, наверное, привлек хороших менеджеров. Вот именно хороших менеджеров, которые могли бы, скажем, использовать свои... Именно в IT-технологии, которые могли бы использовать свои знания и понимание этого бизнеса. Ученые. Понятно, что есть кадры. У нас действительно есть кадры. Несмотря на то, что кто-то переехал куда-то, они есть. У Минэка своя задача, у Эмиду-регионального Минпрома своя задача. Поэтому, на мой взгляд, это прагматичный ход, прагматичный шаг. Вопрос по тому качественному составу Министерства. Ну, это задача, наверное, все-таки кадрового состава правительства и как они с этим будут работать. Но потенциал этого министерства я вижу очень хорошо. Депутат областной думы Александр Анидалов заявил, что цифровизация нашего региона – это скорее дань моде. Да, она необходима. Но сегодня, по его мнению, нужно сохранить сектор реальной экономики, чтобы было куда внедрять новые технологии. Должно усиливаться Министерство реального сектора экономики. Это Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства, Министерство строительства и ЖКХ. Вот эти министерства должны, на мой взгляд, в наибольшей степени были усилены. Цифровизация – это скорее дань моде. Ну, вот там вот сказали, надо цифровизация. Показали, айфончиком покрутили, но вот надо цифровые технологии вводить. Надо вводить цифровые технологии, однозначно. Их надо где-то вводить, когда у нас не останется ни заводов, ни предприятий, ни, по большому счету, гибнущие вузы и так далее. Где предполагается это вводить, ну, станет вопросом. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки скорее бег за модой. Это все уровень комитетов. Это все уровень не реального подхода к исправлению ситуации в регионе, в области производства и промышленности. А вот такой вот сверху полакировать, поставить галочку, отчитаться, мы впереди планеты всей, по наиболее красивым словам. Скептически отнеслись к оцифровке отстающего региона и столичные эксперты. Политолог Александр Кынев предположил, что создание новой структуры в далеко не продвинутом субъекте Российской Федерации – это скорее стремление быть в тренде. Функционал, ну, может быть, их не очень понятен, потому что, в принципе, обычно есть, как бы, ведомства, которые там занимаются связью, грубо говоря. Обычно они же занимаются информатизацией. Здесь, я думаю, просто попытка идти как в тренде, никакого другого практического смысла, кроме пиара, я, честно говоря, абсолютно не вижу, потому что для того, чтобы этим заниматься, никакой министерства совершенно очевидно не нужно. Попытка имитации какой-то бурной деятельности, имитации развития, хотя, в общем, Стратовская область, совершенно очевидно, никаким локомотивом развития, мягко говоря, ни по чему мнению не выглядит. Улучшится ли наша жизнь, когда цифровизация накроет всю Россию? Об этом сегодня не берутся рассуждать даже самые продвинутые эксперты, предлагая подождать как минимум полгода, чтобы увидеть, как все это будет реализовано, в том числе и в нашем регионе.